Обзор вот такой вот телескопической штанги для работы с лазерной техникой от компании DeWalt Маркировка у данной штанги у нас DW0882 Поставляется данная штанга вот такой вот упаковочке Размер у нее по длине 80 см И вот этот вот габарит у нее 15х16 см Внутри картонной упаковки мы находим вот такой вот чехол У чехла надпись вот видите DeWalt У чехла есть за что его повесить То есть вот такой вот ремешочек есть И значит у чехла есть два основных отсека Это малый отсек вот здесь вот внизу В котором у нас находится упор Сама площадка Маркировка у нее DW0882 Собственно как и маркировка у самой штанги Сделана она в Китае Ну и в основном отсеки Вот здесь вот сверху молния Растегивается вот так вот В основном отсеки этого чехла у нас находится непосредственно вся штанга Вот так вот она упакована от производителя И также тут к ней идет траткая документация Ну что ж давайте теперь посмотрим из чего же состоит наша штанга А также как же ею пользоваться А значит она состоит у нас из основной части В которой у нас непосредственно находится вся регулировка Пружинные упоры То есть это нижняя часть ее И трех вот таких вот секций Которые мы будем наращивать Также четвертая маленькая секция Площадка для крепления лазера И верхний упор Значит общая длина штанги Если полностью ее собрать Все секции Получается у нас 3,40 То есть там получается 3,46 3,48 примерно Ну я беру расстояние как бы на то Чтобы она нормально расперлась Да между потолком и полом То возьмем где-то примерно 3,40 Скажем так Каждая вот такая большая секция У нас 60 сантиметров по длине Как вы видите разделены они Вот так вот на две части Черная и желтая И на каждой из частей Вот нанесена такая насечка Насечка у нас скорее всего в дюймах Потому что с сантиметрами она не совпадает Да, насечка у нас Вот эта вот большая насечка Она равна одному дюйму Малая соответственно это пол дюйма На нижней основной части У нас также помимо насечки Мы видим нанесено название Деволт Здесь такая типа краткая наклейка Инструкция как пользоваться Два шага В принципе очень легко ею пользоваться Дальше у нас упор для ноги Вот здесь вот внизу он складной Вот так можно сложить И разложить Вот здесь внизу у нас нижний упор Он у нас подпружиненный Вот то есть если вот так вот нажимать на него Пружина очень плотная такая Вот это нижняя часть, нижний упор И управление Значит раскладывается Она очень просто Просто тянем ее вниз И вот соответственно по насечке идут у нас щелчки И наша штанга она как бы раскладывается Сложить ее потом очень легко Нажимаем вот этот вот желтый рычажок Вдавливаем вот так вот И соответственно складываем Все делается очень просто Это самая тяжелая часть Тут находятся все механизмы Сделана она из алюминия Поэтому вот эта часть Она в принципе полая трубка Очень легкая Но вот эта вот сама часть основная Она дает весу больше всего Вот эти же трубки у нас Они очень легкие То есть практически весу тут никакого нету Снизу у нас находится резьба Наружная Сверху у нас находится внутренняя резьба В конце мы устанавливаем упор верхний Вот здесь вот такая вот часть серенькая Для того чтобы якобы не повредить То есть что-то прорезиненное Чтобы не повреждать поверхность Если например как в моем случае Это уже готовый потолок будет Вот И малая секция вот такая 30 сантиметровая Это для того чтобы вы могли уже варьировать В зависимости от вашей высоты потолка Площадка Значит площадка под лазер у нас выглядит вот так вот На ней установлен уровень Здесь у нас зажим Который мы будем фиксировать Чтобы площадка не ездила Ну и сама платформа На платформе находится Резьба Возьмем допустим лазер Это модель DW-089LG Которой пользуюсь я Здесь у нас есть 2 размера резьбы Побольше, поменьше Меньшая резьба как раз подходит У нас на Соответственно на вот эту вот резьбу Самой площадки Вот так вот мы накручиваем его Фиксируем и можно использовать лазер Помимо того что у нас вращается Сама площадка Это для тех у кого лазер Будет более старые модели Или такие модели у которых Не вращается сам лазер на площадке Так у нас еще и вращается Сам лазер здесь Поэтому в принципе Как то выставить Отрегулировать проблем не будет Но если у вас Моделька другая У которой не вращается лазер На 360 градусов То без проблем Это можно делать С помощью вращения Самой платформы Которой мы прикручиваем Наш лазер Ну что ж Теперь давайте соберем Сборка тоже в принципе Не занимает Какого то особого времени Значит я одну секцию Длинную не беру Она для меня лишняя У меня высота потолка 2,54 Поэтому я беру Две секции Соединять их в принципе Можно как вам удобно В любой последовательности Я сейчас буду соединять Сразу большие И сверху прикручу Модельку Сборка в принципе Занимает какую то минуту От силы С момента Как вы вытащили Ее из чехла И до момента Как можно уже В принципе пользоваться Прикручиваем верхнюю форму Также не забываем Одеть платформу саму В принципе одевайте ее Куда вам удобно Я сейчас одену Основную часть Вот сюда вот Пока ее сейчас Немножко здесь зафиксируем Чтобы не болталось Вот так вот Все Прикручиваем Прикручиваем верхнюю часть С упором Которая у нас И можно в принципе Устанавливать Теперь Значит мы поднимаем Нашу штангу У нас до потолка Есть небольшой запас В моем случае Это примерно Сантиметров 20 Сейчас попробую Показать В моем случае До потолка Еще не хватает Примерно Сантиметров 20 Наращивать я уже Большую секцию Не могу Потому что Большая секция Больше Мы просто Ставим ногу Вот на этот упор И просто Вверх Подвигаем Нашу штангу Все Отпускаем При этом В принципе Можно Как бы Для того Чтобы ее выровнять Поддавливать На этот упор Ногой Нижняя часть У нас Подпружиненная Будет играть И мы сможем Выставить При этом Можно сразу Выставить По уровню Который у нас Находится На площадке Примерно Чтобы Штанга у нас Стояла Более-менее По уровню Значит Теперь Смотрим Вот я Примерно По уровню Выставил На глазок Эту площадку Хотя у нас Лазеры В принципе Как вы знаете Они сами Выравниваются Но В принципе Можно и Немножечко И саму штангу По уровню Поставить Чтобы она была Не крива Отпускаем Нашу площадку Регулируем Ее высоту До нужной нам И Фиксируем Вот В принципе Установили Наш Лазер Как видим Можем Поворачивать Сам лазер Можем Поворачивать Саму площадку Если К примеру Его Так Поставить В обычное Положение А потом Пытаться Провернуть Вокруг оси При помощи Площадки То Как видим Нормально Все Здесь Места Хватает Он Полностью Вращается На 360 То есть Если У вас Будет Лазер Такой Который Не вращается На своей Собственной Платформе То Расстояние От центра Лезьбы До края Самой штанги У нас Примерно 12 см Поэтому Себя Тоже Можете Замерить И Если У вас Нормально 12 см Не больше То Вы Можете Быть Точно Уверены Что Лазер У вас Полностью Провернется На 360 Градусов Ну И По высоте Сейчас Вам Покажу Еще Раз 340 Можно Максимально Использовать Данную Штангу Ее Будет В принципе Хватать До Такой Высоты Вот Давайте Возьмем Еще Модельку 088 Это Уже Вариант Новый Зеленым Лучом Но Не Важно У кого В принципе Старые Уровни Остались Вот Видим Он Бьет В ту сторону Лазер Светит У нас Но На штанге Вы уже Сможете Использовать Его Ну И По высоте Самого Подъема Максимально Я думаю Эта высота Будет Примерно Тоже Где-то 340 Вы сможете Использовать Практически До самого Верху Данный Лазер То есть От 60 До Самого Максимума 340 Это Вот Рабочая Высота Будет На данной Штанге Ну Что ж Ребята Я надеюсь Мой Обзор Был Для вас Полезен В принципе Не такое Уж Сложное Устройство Но В интернете Что-то Я не Нашел Нормальных Роликов Где Это Все Было Показано Поэтому Решил Показать Вам Данную Штангу Кому Редактор субтитров Редактор субтитров Корректор А.Кулакова